Друзья, всем привет! Меня зовут Светлана и Вы на канале Клумба. Сегодня будем приготовить питательную среду для семян орхидеи. Вот смотрите, что я для этого приготовила. Простерилизовала прежде всего стеклянные баночки. Сегодня они у меня будут вот такие вот. И крышки простерилизовала, и банки. Как мы делаем закатку. Дальше. Приготовила кастрюлю эмалированную. Лопаточку, чтобы мешать в среду, когда будем варить. Дальше. 50 грамм бананового пюре. То есть взяла спелый банан и протерла его через мелкую терочку. И вот такой вот это. То есть получается 2 столовые ложки с горкой. 50 грамм. Дальше. Агар-агар. На основе агар-агара у меня будет идти. То есть 15 грамм агар-агара. В этой пачке у меня в одной 10 грамм. И половина следующей пачки. Затем. Сахар-песок. Нужно 20 грамм. Это 1 столовая ложка и еще немножко. Столовая ложка с горкой, грубо говоря. Дальше идет удобрение Бонефорте. Удобрение можно взять такое, какое у вас есть. Но я взяла Бонефорте. Его я буду отмерять шприцом. Бонефорте будет 3,3 миллиметра на 1 литр воды. Вода будет... Вот. У меня бутылочка 1,5 литра дистиллированной воды. И из нее я возьму ровно 1 литр. Затем вместо лимона у меня будет фитокислинка. Вот. Это уже... Этот метод у меня уже проверенный. Все эти ингредиенты я использовала. И получила, как вы видели в предыдущем видео, ну, пока неплохие результаты. И также еще. Вот этой лакмусовой бумажки. Вернее, вот так вот оно правильно. Для измерения PH. PH должно быть 4,8 до 5,8. То есть фитокислинки в предыдущем разе я добавляла прилично. Вода будет дистиллированная. Итак, сперва берем, наливаем дистиллированной воды пол-литра. Пол-литра наливаем в нашу емкость, которую будем варить в кастрюльку эмалированную. Наливаем пол-литра дистиллированной воды. Дальше. Сюда помещаем пюре наше. Две столовые ложки с горкой. То есть получается 50 грамм пюре. Затем сахара. 20 грамм нужно сахара. У кого есть весы, это хорошо. Но можно ориентироваться. Вот столовая ложка. Грубо говоря, это 15 грамм. И еще примерно вот столько, как ворка у нас получается. Это еще будет 5 грамм. Дальше. Добавляем сюда. Измеряем шприцом удобрение. Удобрение должно 3-3 миллиметра быть. Миллилитра вернее, миллиметра. То есть я беру в крышечку. Вот, беру в крышечку, набираю удобрение и шприцом отмеряю. Должно быть 3 и 3. Еще чуть-чуть. Вот, 3 и 3 миллилитра. Все сюда добавляем. Остальное удобрение выливаем также в нашу бутылочку. Теперь все хорошо перемешиваем. Хорошо-хорошо нужно перемешать до однородной. Ну, как бы, чтобы хорошо вот это пюре размешалось. Но, это пюре все равно будет видно. Где-то комочками, где-то вот эти вот волосинки будут этого пюре. Это ничего страшного. все хорошо перемешиваем. Затем добавляем агар-агар. Вот, одну пачку добавляем смело. Это 10 грамм. У нас идет 10 грамм. И вторую пачку полпачки. Всего получается 15 грамм. Этот рецепт я подсмотрела также в интернете. Где вам сейчас подсказать не могу, потому что я много рецептов смотрела. Выписала для себя более-менее подходящие три. Но пока вот готовлю по вот этому проверенному рецепту. Затем добавлю одну таблетку фолиевой кислоты. Но ее предварительно растолку. Вот растолкла одну таблеточку фолиевой кислоты и добавляем ее в общую массу. Теперь доливаем воду дистиллированную в эту всю массу. вот доливаем воду. Теперь нужно проверить на PH. Вот у меня вот такие вот латмусовые бумажки. Нам нам нужно 4,8 5,8 то есть вот где-то вот примерно так вот ближе к 6 вот 5,8 ближе к 6 ну около 5 вот так вот такая вот должна быть должны быть показания. Берем латмусовую бумажку отрываем и опускаем. Вот смотрите что получается получается где-то семерка. Семерка это для нас много. Так теперь берем фитокислинку и добавляем сюда. Я примерно добавляю столовыми ложками. У кого нет этой фитокислинки можно выжимать сок от лимона. Но у меня она есть. Вот добавила я 2 ложки. Теперь хорошо все перемешиваю. и снова проверяю. Беру латмусовую бумажку отрываю и опускаю в нашу консистенцию. вот уже смотрите отличия есть разница есть. Вот вот это зеленое и вот это вот как желтое. Сейчас посмотрим по нашему по нашей шкале. Вот такая желтая но где-то она оранжевая вот на четверку похоже даже. Больше я добавлять не буду кислинки на этом хватит. Затем ставим всю нашу консистенцию на огонь. и варим помешивая. И как только ну варим как наш кисель грубо говоря. Вот закипит буквально две минуты и снимаем. И вот так вот будем помешивать чтоб ничего у нас не осело и не пригорело. довела до кипения нашу питательную среду. Теперь начинаю разливать по баночкам. Вот у меня стерилизованная баночка и крышечка тоже стерилизованная. Открываю беру черпак тоже промытый простерилизованный и наливаю. Вот грубо говоря вот один черпак где-то два сантиметра не больше. Вот два сантиметра и так наливаю в каждую баночку по два сантиметра питательной среды и наливаю по два с половиной до трех сантиметров не больше в каждую баночку и накрываю крышкой. Затем беру кастрюльку на дно ставлю подставку у кого что есть можно деревянный круг чтобы по диаметру подходил кастрюле или деревянная доска бывает у меня вот такая вот нашлась подставка она как раз подходит хорошо по диаметру кастрюли и выставляю свои баночки для стерилизации 10 до 20 минут 20 даже можно 25 минут стерилизовать баночки вот сперва баночку ставлю я ее крышкой вот так просто прикрываю крышкой прикрываю а затем когда простерилизую плотно закручу вот такую конструкцию соорудила у меня получилось в кастрюле 4 банки теперь я включаю и стерилизую довожу до кипения чтобы вода дошла до кипения и стерилизую 20 минут ну вот пожалуй и все вот у меня стерилизуются баночки а эти ждут у меня своей очереди для стерилизования после того как я их простерилизую через через 2-3 дня рекомендовали еще нужно стерилизовать но я этого не делала вот сейчас у меня они хорошо здесь простерилизуются прокипятятся вот именно когда закипит вода тогда вот я считаю 20-25 минут вот хорошо простерилизую хорошо их закручу сразу как вытаскиваю из кипящей воды я их крепко накрепко закрываю и ставлю на отстойку то есть они у меня стояли в предыдущий раз где-то около даже месяца но сейчас думаю недели дней 10 достаточно чтобы смотреть как поведет себя питательная среда вот всего у меня получилось 8-9 баночек значит 8 баночек вот таких вот и одна баночка вот такая маленькая все сейчас простерилизую и поставлю затем уже через дней 10 будем будем с вами сеять семена орхидеи на этом буду заканчивать всем всего хорошего до новых встреч всем пока 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 Продолжение следует...